Собственно, что такое инновация, ответ довольно-таки простой, да, я не буду сейчас останавливаться на таких простых определениях, слишком много, да, но в целом во всех индустриях, не только в медицине, одна из задач это создание, повышение эффективности текущих бизнес-процессов в медицине, в производстве, где угодно. Создание новых рынков денежных потоков, то есть не сокращать текущие, а придумывать совершенно новые бизнесы, да, здесь вот представлены картинки, которые иллюстрируют несколько из этих подходов, да, то есть в данном случае SpaceX и Elon Musk – это как раз пример повышения эффективности текущей индустрии, да, задача, основной месседжа Илона Маска – это давайте мы научимся делать ракетоносители не одноразовыми, а использовать их второй раз. Сейчас научимся их сажать на землю и использовать второй раз. Дальше появляются целые новые рынки, которые потенциально новых вещей. Да, в частности, здесь представлен один из стартапов фонда Сколково, который разработал светящиеся расцени, то есть специальную геомодификацию растений, которая потенциально, если будет применяться в мире, создает совершенно новый формат, совершенно новый формат как бы жизнедеятельности, да, там, в том числе и создание, создание новых интересных объектов области города, парков, собственно, освещения. Ну и одна из очень важных особенностей – это тяжело повторить. То есть каждый стартап должен обладать, если он хочет быть успешен на рынке, да, именно с точки зрения такой технологической составляющей, это защита рынка от конкурентов. Конкуренты должны быть в нескольких годах разработки от него, в том числе это защита интеллектуальной собственности. То есть это те вещи, на которые очень важно обращать внимание. Здесь я привожу пример того, чем обычно пользуются айтишники. В медицине это чуть менее распространенная диаграмма, которая знаменитой консалстинговой компанией разработана Гартнер, которой ей пользуются уже более 20 лет, она показывает примерно скорость выхода тех или иных технологий на рынок. Собственно, все технологии практически подчиняются вот такому циклу. Это суперживой интерес к этому, да, там, например, как искусственный интеллект уже переживает вторую волну, а то и третью волну подобного интереса. Но сейчас, видимо, эти технологии искусственного интеллекта перейдут уже совершенно на новый уровень. То есть все компании мечтают оказаться в зоне как раз выхода на плато. Собственно, в начале этого цикла всегда происходит некий интерес к технологии среди профессионального сообщества, так называемых, early adopter. Потом неизбежно происходит спад интереса к этой технологии, а потом она уже приходит в совершенно практическое русло. Собственно, фонд работает со всеми технологиями всех типов, да, уже и к выходу, и к новым совершенно разработкам. Я бы сказал, что большая часть компаний фонда находится примерно вот в этой зоне, но достаточно большое количество компаний уже сейчас, спустя несколько лет, ну, 10 лет, которым фонд Сколково поддерживает технологии, мы уже видим, что вот компании приближаются в некоторых областях к этой зоне, а это, собственно, там, где работают крупные инвесторы, где происходит покупка компаний крупными игроками на рынке и так далее, и так далее. То есть вот большие деньги появляются вот в этой зоне. Это айтишная такая структура, да, она легко проецируется практически на все рынки, но все-таки в айти, так как эти вещи происходят достаточно быстрыми циклами, то их удобнее наблюдать. Ну, наверное, не буду долго, опять же, останавливаться о том же, что же такое стартап, чем он отрывается от просто бизнеса, инновации, да, и стартап, собственно, мы проговорили про то, что такое инновация, и стартап, собственно, это то, что создается, вот здесь приведено определение нескольких таких метров стартап-движения Силиконовой долины, собственно, люди, которые стояли у истоков, и вы можете посмотреть, да, что такое стартап. Быстро растущая компания с малооперационной историей. Ну, да, это что-то новое, да, то есть это когда просто технология, какая-то инновация приобретает роль уже бизнеса и, главное, масштабируемого бизнеса. Собственно, одна из целей фонда – это помогать компаниям расти. Но что это значит, да, на совершенно практическом примере? Это завязано на определенные циклы финансирования и то, как финансируются обычно новые-новые технологии, да. Есть так называемые пассивные стадии, есть стадия как раз создания уже юридического лица и стартапа, куда приходят первые бизнес-ангелы и пассивные фонды, но в первую очередь для старта чего-то нового нужно обратить внимание на самую раннюю пассивную стадию, да, то есть что обычно такие вещи финансируются со стороны семи друзей и так называемых бизнес-ангелы, то есть людей, которые как раз специально инвестируют в очень высокорискованные, скажем так, активы практически на уровне идеи и презентации, но инвестируют не очень большие деньги. Собственно, дальше задача фондов, пассивных фондов и грантовых средств, которыми располагает фонд Сколково – это поддержать компании вот на этом уровне для перехода в следующую стадию относительно точки безубыточности, да. Вот здесь на третьем этапе и на четвертом уже появляются крупные фонды. Здесь на стадии расширения, там, так, expansion, да, даются деньги на масштабирование этой технологии. И здесь, как правило, фонд Сколково уже в меньшей степени работает вот на стадии расширения и масштабирования, и больше на стадии стартапа и раннего роста. Потому что здесь уже требуются, там, скажем, компетенции большого капитала. В России часто специфика такая, что уже здесь начинают входить крупные технологические компании, такие как Сбербанк, и могут уже происходить сделки, там, так называемые, слияния и поглощения, как вот нам только что рассказывали коллеги про продажу технологий Олимпусу и выпуска уже под их брендом и расширение этой технологии. И, собственно, вот это вот называется уже стадия вот расширения в некоторых случаях, а в некоторых стадия выхода. Была очень интересная статистика, я бы хотел бы с вами поделиться, потому что она очень коррелирует к тому, к основному месседжу, почему мы в фонде заинтересованы работать с университетами, и причем профессиональными университетами в определенных областях знаний, таких как Сеченовский университет, который является главным медицинским вузом страны. Собственно, основная причина смертности стартапов, она заключается в отсутствии рыночной потребности. Мы работаем в очень... Дальше, на самом деле, все остальные, они так или иначе коррелируют с этой первой и главной причиной, почему 42% компаний закрываются в первый год. Дальше, понятно, не нашли рыночную нишу, нет потребности, нет рыночной ниши. Следственно, заканчиваются деньги пассивных инвесторов и бизнес-ангелов. Неправильная команда, начинаются какие-то конфликты в ней, неправильный подбор команды и так далее, и так далее. Поэтому один из главных месседжей, который бы я хотел донести, то, что все инновации в области IT или цифровизации здравоохранения рождаются в первую очередь от профессионалов в области здравоохранения. Именно люди, которые занимаются медициной, они готовы, могут увидеть эту специфику, которая айтишникам совершенно непонятна, и, собственно, сформулировать вот эту рыночную потребность. Поэтому врач среди основателей компании является совершенно такой неотъемлемой частью, и человек с профессиональным медицинским бэкграундом является совершенно неотъемлемой частью команды фаундеров. Я видел очень много компаний, которые приходили со своими фантазиями о том, как устроено здравоохранение. Стартапы в 90% случаев были сделаны исключительно айтишниками. Когда мы дальше проводили, в общем-то, некоторые такие сессии экспертные с представителями здравоохранения, это очень быстро заканчивалось, очень быстро они понимали, что потребность заключается совершенно в другом. Поэтому я всех призываю в первую очередь студенты и специалисты здравоохранения являются очень важным активом на пути вот этой цифровой цифровизации системы здравоохранения. То есть именно вы будете вступать в кооперации с айтишными специалистами, собственно, и создавать эти новые компании, которые мы будем поддерживать. Ну, это обзор рынка, причем очень любопытный, это обзор рынка еще до пандемии. То есть заметим, что в 2019 году, это данные, по-моему, за 2019 год по Америке с точки зрения вложений биотехнологии и медицинские девайсы и те самые инновации с точки зрения устройств здравоохранения занимали уже очень существенную долю рынка инвестиций в силиконовые долины и в Соединенных Штатах. То есть пандемия сейчас, 2020 год, показал еще больше, ускорил этот процесс. И можно говорить о том, что сейчас уже, наверное, вложение в биотехнологии и медицину с точки зрения создания девайса, софта и так далее, уже, наверное, даже могут сравняться с таким классическим софтвером. Это иллюстрирует немножко дальше, я тоже еще один скажу, месседж, что на самом деле, если посмотреть на текущий рынок и на его тренды, про которые мои коллеги уже очень профессионально рассказали, я бы сказал, что современный рынок биотехнологий и цифровых сервисов для здравоохранения, да и вообще инноваций в здравоохранении с точки зрения стартапов, находятся, наверное, примерно как IT-отрасль в 80-х годах. Поэтому следующие 30-40 лет – это будут, на мой взгляд, временем биотехнологий и медицина, так или иначе. То есть человечество потихонечку подходит к этому. Поэтому мы увидим совершенно огромное количество новых прорывов в этой области, совершенно новые, переворачивающие все сверхнаголову технологии, такие как вот МРНК-вакцина, например, которые сейчас только-только делают первые шаги. То есть мы увидим очень много биотехнологических историй, которые совершенно перевернут наше представление о медицине и здравоохранении. И теперь я, наверное, уже второй раз расскажу о трендах. Собственно, я здесь, наверное, только повторю коллег. Разумеется, это искусственный интеллект в медицине. Сейчас у нас есть уже очень достойный портфель компаний, и мы очень ждем и хотим видеть новые-новые технологии, новые терапевтические направления с применением искусственного интеллекта. Не обязательно в области радиологии, в любых отраслях. Мы хотим увидеть новые направления с точки зрения медицины, в первую очередь, потому что определение рака легкого по КТ или других патологий в области по рентгену – это уже такая тема достаточно избитая. Нужны совершенно новые идеи, которые могли бы показывать такую же необходимость в области здравоохранения и, что самое главное, ее муштабировать. То есть то, что мы сможем сделать с помощью искусственного интеллекта, что крайне сложно или практически невозможно сделать сейчас. Вторым трендом – это, конечно, интернет вещей в медицине или интернет медицинских вещей. Здесь как раз в фонде, та часть, про которую рассказывал Максим, что мы сделаем экскурсию по фонду для самых активных и студентов, у нас открыт очень интересный так называемый центр интернета вещей в здравоохранении, где собрано огромное количество стартапов по различным терапевтическим направлениям. Там можно будет очень интересно, очень предметно поговорить о различных направлениях и как, собственно, строится новый вот этот инновационный путь терапии по определенным терапевтическим направлениям, по определенным нозологиям. Ну и, конечно же, в рамках этой экскурсии можно будет всегда поговорить с нами, обсудить какие-то интересные идеи, которые у вас возникают, и задать, соответственно, вопрос. Виртуальная реальность в медицине. Как оказалось, что виртуальная реальность, которая технологически пришла, вроде как уже готова все для того, чтобы ее использовать, но востребована с точки зрения именно B2B-применения, бизнес-то-бизнес, в общем, медицина является одним из таких первых или, может быть, максимум второй области, где виртуальная реальность нашла такое уже очень прочное применение, то есть эти технологии уже можно пощупать, их уже можно внедрять, и есть примеры, где они уже действительно работают. Поэтому от этого мы никуда не денемся, действительно, врачи в будущем будут экспериментировать над виртуальными объектами, тренироваться на примере виртуальных объектов, и здесь будет тоже очень много прорывов, особенно связанных с системой обратной связи, чтобы погружение в виртуальную реальность, как говорят, в этой области становилось более и более иммерсивным, и это было действительно в меньшей степени можно было оттачивать все навыки. Ну и, конечно же, различные системы дополненной реальности, которые помогали бы непосредственно врачу во время операции. Ну и инновации в реабилитации. Опять же, Игорь Аркадьевич уже говорил про экзоскелетные технологии, которые активно развиваются, вот Экзоатлет, один из таких знаковых проектов фонда Сколкова, собственно, был создан при нашем таком непосредственном участии, тестировался во многих тоже, на многих клинических базах, если мне не изменяет память даже в том числе и в университете Сеченова. Вот инновации в области реабилитации будут тоже только-только расти. Огромное поле для подобного рода технологий и разных воспринимений технологий искусственного интеллекта и еще много всего-всего. Ну, собственно, здесь я, наверное, в меньшей степени остановлюсь. Я бы сказал, что здесь представлено несколько направлений, далеко не все направления, которыми занимается фонд Сколкова с точки зрения цифровизации и здравоохранения. Здесь представлены некоторые знаковые компании из той или иной области. Сейчас этих компаний уже сильно больше. У нас по направлению цифровая медицина в фоне мы поддерживаем, вот здесь написано 100 плюс компаний, сейчас уже, наверное, около 130. Наиболее значимые игроки как в области телемедицины, так и искусственного интеллекта и интернетомедицинских вещей, они являются нашими резидентами. И когда коллеги в самом начале, вот он словом, говорили про то, что мы бы хотели видеть студентов среди работников фонда, фонд на самом деле это объединение огромного количества компаний, практически всех компаний на рынке, которые действительно технологичны, которые готовы нанимать таких высококлассных кадров, которые выпускает Сеченовский университет. Поэтому у нас есть целый портал, про который расскажет чуть дальше моя коллега Юлия Щеглова, где, собственно, можно найти работу среди резидентов фонда Сколково, ну, также, на самом деле, и в самом фонде Сколково, но гораздо интереснее работать в стартапах. А более, что в стартапе ваши медицинские компетенции вот во всех совершенно очень нужны. И крайне необходимо, и являются, в общем-то, очень критической компетенцией для каждого медицинского стартапа. Здесь краткие, однослайдовые презентации. Мою презентацию, я думаю, что потом коллеги могут разослать. Про несколько наших стартапов. Не буду останавливаться, чтобы не терять время. И есть вот одна очень интересная статистика. Я, пожалуй, вот на ней передам слово Юле, что Москва находится среди городов мира как девятый по количеству инновационных проектов. И третьим в Европе. Можно увидеть, что мы боремся с Берлином по количеству стартапов и по количеству инновационных компаний, которые... Это статистика 2020 года. Поэтому, на самом деле, инноваций в Москве, как в центре экосистемы, очень много. То есть среди европейских городов мы находимся, соответственно, после Лондона и Берлина. Мы являемся третьим. Ну, если Тель-Авив, Ближний Восток тоже считать, хорошо, мы четвертым. То есть мы занимаем очень достойное место среди вообще инновационных экосистем городов. Соответственно, ваши знания, ваши умения, они очень нужны нашим стартапам. И я надеюсь, что мы среди вас увидим много фаундеров очень интересных компаний будущего. Есть десятки проектов, которые разрабатывают. Это фармпрепараты, клеточные технологии. И вот, наверное, уже почти три года, как я в Сколково веду проекты, искренне и с уверенностью могу сказать, что многие проекты, многие участники говорят о том, что фонд Сколково полезен. И для вас также могут быть полезны ресурсы, которые есть в фонде Сколково. Финансовая поддержка важна, конечно, вам на первом этапе. В фонде вы можете получить финансовую поддержку. У нас есть программы грантовые. Можно получить деньги на разработку, например, прототипа вашего будущего мета-изделия, опытного образца. Деньги получить на испытания, на патентование вашего изобретения. Довольно много там статей расходов, в том числе и участия в мероприятиях. Это важно и полезно. Налоговые льготы, то зачем к нам приходят ноги? С нами легче, потому что нет налогового времени практически. Также важно то, что вы получаете поддержку в развитии вашего бизнеса. Это экспертная поддержка и менторская поддержка. Мы помогаем вам выйти на будущих партнёров, клиентов, инвесторов. И кроме этого, важно сказать, что в фонде Сколково есть инфраструктура, есть дочерние компании, которые помогут вам в защите инфраструктурной собственности, получить таможенные льготы. Всё вот это в совокупности помогает вам с самого начала, от идеи, до выхода вашего продукта на рынок. Наверное, мне кажется, для вас сейчас есть два сценария взаимодействия со Сколково. Вообще участникам для того, чтобы стать, нужно иметь юридическое лицо. Вот это первый сценарий. Второй сценарий – это стать сотрудником одного из стартапов сколковских. Первый вариант. Всё и просто, и непросто. Вам нужно зайти на фонд Сколково, sk.ru, и заполнить онлайн-анкету. Эту анкету будут смотреть эксперты. И для вас это упражнение может стать очень полезным, потому что оно структурирует ваш проект по всем направлениям и по технологическим возможностям, и по конкурентным преимуществам, и по тому, какое будет у вашего продукта место на рынке, и по тому, насколько компетентна ваша команда. Так вот, эту заявку будут смотреть независимые эксперты. Вы получите обратную связь от них. Не просто там проходите вы или не проходите фонд Сколково, но и как со стороны эксперты видят ваш потенциал коммерциализации, конкурентные преимущества, техническую реализуемость, компетенцию команды, насколько её достаточно. Вот. Имеет смысл подавать, начинать заполнять заявку, может быть, уже даже сейчас, даже если у вас нет юридического лица. Вы потихонечку накопите профиль вашего проекта, вашего продукта, вашей команды, и, когда созреете, направляйте её уже на экспертизу. Второй вариант, как я уже сказала, это работа в одном из осколковских стартапов по биомедицинскому направлению. Сейчас вот будут выступать три стартапа, представители трёх стартапов. Они расскажут, как они со студенческой скамьи достигли таких успехов в биомедицинском направлении. На самом деле, таких стартапов в Сколково несколько сотен по биомеду. Есть два канала. Рекомендую вам подписаться в Телеграме на канал «Работа в Сколково». Там регулярно публикуются вакансии наших участников. А также зайдите в навигатор стартапов на sk.ru, отсортируйте эти сотни, эти тысячи по кластеру биомед и просто полистайте, выберите, посмотрите, какие есть профили, что предлагают стартапы, какие они развивают, разрабатывают продукты. Вот. Ну, я хочу пожелать вам удачи и сказать ещё раз, что вы в очень правильном времени и в очень правильном месте находитесь. Удачи вам! удачи! Удачи! Удачи!